В этом году республиканский в следующем мастерский турнир по греко-римской борьбе за на призы главы Крыма Сергея Аксенова проходил уже в пятый раз в предыдущие четыре года. Его проводили в другом статусе. В этом же о высочайшем уровне соревнований свидетельствовал не только состав участников, но и почетные гости из Москвы. Внешние эффекты турнира вполне соответствовали его значимости. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за баталиями крымских борцов внимательно наблюдал президент Всероссийской Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили. Ознакомиться с уровнем наших спортсменов он приехал не из вежливости, а по необходимости. Регулярные успехи крымчан на национальных турнирах лучшее тому подтверждение. Маленький вам пример. В этом году турнир один из сильнейших юношеских турниров в Ростове-на-Дону. Международный турнир, на который съезжаются сильнейшие спортсмены практически со всей Европы, где Россия представлена сильнейшими спортсменами и где идет отбор в состав сборной команды страны. Представитель из Крыма достаточно уверенно завоевал и первую золотую медаль, завоевал и бронзовую, и серебряную медали у крымской команды. Так что, в общем-то, здесь традиции-то есть. Воспитанник Крымского высшего училища Олимпийского резерва Осман Планжиев – яркий пример того, что полуостров спортивный, уже неплохо освоился в России. В этом году Осман уже успел выиграть сразу несколько национальных турниров, но успешное выступление на домашних соревнованиях, по его мнению, станет хорошим стимулом к дальнейшему свершению. Хочу как бы выиграть этот турнир перед Новым годом, как бы, и потом чуть отдохнуть. Есть конкуренты хорошие, человек пять, нужно будет попахать. В общей сложности на ковер вышло 120 участников. Каждый из них старался выложиться по максимуму. Несмотря на предновогодний статус, этот турнир имеет серьезное соревновательное значение, ведь его победители и призеры наверняка попадут на карандаш тренером национальной сборной России. Более того, в следующем году турнир получит совсем другой статус. Его официально ведут в общероссийский спортивный календарь, а победители смогут похвастаться званиями мастеров спорта. В следующем году также мы оставляем его предновогодним турниром, также мы оставляем его на призы нашего главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. И я уверен, практически и сборная здесь будет России участвовать в этом турнире. Главный инициатор проведения этих соревнований, руководитель Крыма и президент Республиканской Федерации спортивной борьбы Сергей Аксенов, уверен, что и с имиджевой, и соревновательной точки зрения такие мероприятия полезны. Ребят очень много. Крым сегодня становится своеобразной спортивной столицей. Многие команды, и не только по борьбе, приезжают сегодня в Республику, хотят посоревноваться и отметиться в Республике в этой части. Мы рады такой тенденции. Крым всегда с радостью гостей встречает. Особенно, когда все эти соревнования проходят на спортивных аренах. Я считаю, что турнир у нас будет традиционно проводиться. Я, как президент Федерации кримской борьбы, в данном случае, из личных средств поддерживают ежегодно проведение этого турнира. Здесь это вне бюджетные источники. При этом, конечно, я хочу Михаила Геразьевича Мамешвили поблагодарить за все, что он делает для нашей Федерации сегодня спортивной борьбы. Он сегодня действительно вкладывает деньги в наше оснащение, материально-техническую базу. Ковра два новых купили. То есть форму сегодня стипендии спортсменам готовы дать. Так что, на мой взгляд, поддержка максимальная. В этом году профильной Федерации и лично ее президентам проделана большая системная работа, чтобы наши борцы, во-первых, не переживали, где найти деньги на поездку на тот или иной турнир, а во-вторых, оправдывали такое доверие отличными результатами. Валерия Назиряна, Анатолий Скорик, Время новостей.